Каждый блогер рано или поздно встает перед проблемой качества звука в его видео. Я расскажу вам про надежный микрофон по доступной цене, который позволяет добиться приемлемого качества звука. Речь пойдет про микрофон Fine Fine Technology K669. В видео вы увидите, как работать с данным микрофоном и главное, в какой программе обрабатывать звук. Так что смотрим видео до конца, чтобы получить полезную информацию. Итак, я купил микрофон на Алиэкспресс. Ссылку на магазин дам в описании к видео. Клейки по ней вы попадете к надежному поставщику, который вам вместо микрофона не пришлет кусок мыла. Посылка пришла в хорошей упаковке. Вскроем ее. Режем аккуратно, чтобы не повредить коробку от микрофона в лезвием ножа. Готово! Сама коробка от микрофона. Сверху книжка с описанием модели и как ею пользоваться. Все на английском языке. Вот так вот она разворачивается. Это тренок. Сами ножки металлические. С прорезиненными кончиками. Конструкция собирается легко. Это звук. Достаточно поставить три четверти от максимальной громкости, чтобы получить приемлемое звучание микрофона. Подключаем микрофон к компьютеру при помощи шнура USB. Чтобы записать звук на компьютер, вам понадобится программа Adobe Audition CC 2019 или более новая. Кликаем по ней. Нажимаем файл. Создать. Аудиофайл. Нажимаем красную кнопку и записываем звук. Давайте проведем учебную запись, на которой я покажу, как убрать шумы и улучшить качество звука. Выставляем такие же настройки, как у меня. Частота, каналы, разрядность. Придумываем название для записи. Жмем ОК. Кликаем в красную кнопку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Записали необходимые слова и нажимаем на красную кнопку. Мы получили аудиофайл. Обратите внимание, что перед записью я выждал несколько секунд и записывал как бы тишину. Но тишины не было. Мы видим, что микрофон записал фоновый шум. Послушайте. Его можно легко удалить. Смотрите, как это делать. Выделяем область постороннего шума. Заходим в эффекты. Шумопонижение. Захват образца шума. Теперь выделяем всю звуковую дорожку. Нажимаем эффекты. Шумопонижение. Открылось вот такое интересное окошко. Мышкой делаем вот так. И выставляем такие же настройки, как у меня. Фактор точности 11. Сглаживание 1. Нажимаем применить. Вы видите, как посторонний фоновый шум пропал. Теперь мы немного улучшаем сам звук. Выделяем звуковую дорожку. Эффекты. Фильтр и ЭКВ. Параметрический эквалайзер. Применить. Снова. Эффекты. Амплитуда и сжатие. Нормализация. В открывшемся окне выставляем такие же настройки, как у меня. И жмем применить. Теперь эффекты. Амплитуда и сжатие. Динамика обработки. Выставляем такие же параметры, как у меня. Двигая вот эту линию. И нажимаем применить. И снова эффекты. Амплитуда и сжатие. Нормализация. Применить. Сравните, что было и что стало со звуком. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Разница есть. В этой программе легко редактировать звуковую дорожку. Выделяем, удаляем, слушаем. Удобная программа. Всем блогерам рекомендую ее использовать. Если вы после этого видео надумали купить микрофон, то заходите в описании этого видео и проходите по ссылке на Алиэкспресс. Хотел бы выразить слова благодарности подписчикам, которые откликнулись на нашу просьбу и скинулись на микрофон для нашего YouTube канала. Их данные вы видите на своих экранах. Кто сколько смог, столько и надонатил. Теперь мы будем радовать вас в видео с более качественным звуком. До новых встреч!